Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. К новому антиалкогольному закону в Кирове готовят поправки. Об этом в эфире нашей радиостанции сообщил депутат УЗС Дмитрий Русских. По его словам, корректировки вносят областные власти, потому что с течением времени, а вступил в силу документ два месяца назад, стало понятно, что он не работает в отношении тех, на кого был рассчитан на мини-маркеты. Суть корректировок, отмечает Русских, пока до конца не ясна, но они точно будут. Есть предложение внести корректировки по квадратным метрам помещений, либо оставить только магазины в жилых домах, которые выходят на красную линию и не мешают жильцам. Сейчас все предложения прорабатываются. Новые поправки могут быть подготовлены уже к ближайшему заседанию ОЗС. Экономика. За четыре месяца из федерального бюджета Кировской области выделили 15 миллиардов рублей. Это 40% из запланированных на год поступлений. Об этом сообщает Министерство финансов Кировской области. Половина этих денег имеет целевое назначение. Самая большая сумма направлена на социальную политику. Почти 3 миллиарда рублей. На образование 1 миллиард 100 миллионов, на сельское хозяйство – миллиард, на дороге – 711 миллионов, на здравоохранение – 682. Распределились деньги и на другие сферы, например, на лесное хозяйство, ЖКХ, спорт, культуру и так далее. Дотации не имеющих целевого назначения поступило более 7,5 миллиардов рублей, отметили в Минфине. Деньги пойдут на зарплату бюджетникам, соцвыплаты, оплату расходов, связанных с функционированием областных учреждений. Для врачей в Кировской области введены новые выплаты. Их медики будут получать за пациентов, принятых сверх нормативов численности приема. Стимулирующие выплаты предусмотрены для врачей амбулаторного звена, а также для фельдшеров и акушерок, на которых возложены обязанности лечащего врача. Первые выплаты специалисты получат вместе с заработной платой за май, сообщил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдемов. Цитирую. «Врачи часто работают до последнего пациента в поликлинике, не считаясь с личным временем. Каждый труд должен быть оплачен», – сказал зампред. Он считает, что введение новых выплат положительно скажется как на решении кадрового вопроса, так и на повышении доступности медпомощи. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Новости экономики в Кирове.